Добрый день, меня зовут Риот Денис. Я технический специалист компании Видеодоска. Настраиваю, показываю функционал iDesk Studio в Ташкенте сегодня. Сегодня у нас 24 октября. Я в Ташкентском международном университете, Ташкент International University. Сейчас я покажу вам функционал программы. Здесь вы можете видеть экран моего телефона. Мы можем двигать любые элементы, логотипы, перемещать все, рисовать, подчеркивать что-то, менять цвет маркера, выделять что-либо, стирать очень легко, удалять любые элементы. Если это сделано случайно, я могу его вернуть нажатием на стрелочку назад и я перехожу на следующий слайд. Здесь у меня PNG картинка прозрачная без фона и карта. Карта университета, где мы сейчас находимся. Вот город Ташкент и мы находимся вот здесь. Перехожу на следующий слайд. Здесь у нас видео. Оно проигрывается. Вы слышите звук у себя. Я могу поставить его на паузу, выделить нужный мне элемент, что-то подчеркнуть, если есть, что выделить на видео, убрать эти элементы и продолжить видео. Я могу увеличить его размер, если мне нужно, чтобы оно было больше. Могу переместить его куда угодно по экрану. Могу удалить рамку. И если оно мне больше не нужно, я ставлю его на паузу и уменьшаю, допустим, вот такого размера. Убираю его в угол фолста. И перехожу на следующий слайд. Здесь у нас векторная графика. Эти элементы созданы в презентации заранее, в редакторе презентации. Этот элемент можно двигать, соответственно, увеличивать, вращать, добавлять прозрачность. Если мне нужно что-то увидеть, чтобы видеть свою руку сквозь, я добавляю прозрачность элементу, что-нибудь выделяю, допустим, чили. Вот у нас чили. Я ее выделяю. И возвращаю прозрачность элементу на 100%. Все эти элементы я могу добавлять как с телефона, так и заранее из созданной презентации на компьютере. Здесь у нас браузер. Сайт Tashkent International University. Вот я могу в нем спокойно перемещаться. Если мне нужно, чтобы он был побольше, я увеличиваю окно. Делаю его почти на весь экран. И могу демонстрировать зрителю содержимое сайта. Переходить по ссылкам и так далее. Если мне нужно что-то выделить, я точно так же могу в прямом эфире поменять цвет маркера и, допустим, выделить, нужно мне подчеркнуть какое-нибудь слово, акцентировать внимание зрителя на чем-то. И перехожу на следующий слайд. Здесь у нас тоже PNG картинка без фона. И графит функций. Формула задается. Я могу изменить ее прямо из телефона и изменения будут сразу применены. Вы видите, как он изменится. Это 3D модель. Ее также можно перемещать, увеличивать. Вращать. Следующий слайд. Здесь у нас QR-код для подключения к видеоконференции. Я сразу сделаю два. Раз и два. Это два разных QR-кода. Я их размещу в разные углы, чтобы случайно не отсканировали. И увеличиваю размеры. Один и второй. И сейчас мои коллеги сканируют и подключатся ко мне в прямом эфире. Это вот наш оператор. Он сейчас контролирует съемку. Но съемку я запустил сам. Вот видите, красное окошечко у меня, запись. Съемку я запускаю, останавливаю сам с телефона. Или с планшета, с любого устройства. Вот у нас видеоконференц-связь. Таких QR-кодов я могу создать сколько угодно. Это окно также двигается. То есть я могу спикера, который в данный момент говорит, сделать побольше, поместить его в центр экрана. Остальных спикеров, допустим, разместить по окраю. И тот, кто в данный момент говорит, я помещаю его в центр, увеличиваю. И могу даже там что-нибудь написать, условно говоря, чтобы не забыть, допустим, откуда этот спикер. Я пишу себе, что он из Ташкент International University. Пользуйтесь нашей интерактивной доской. Снимайте курсы, видеоуроки, ролики. Обращайтесь в техподдержку в случае возникновения вопросов, трудностей. И я всегда вам помогу. Спасибо за внимание.